С 28 по 30 апреля Папа Римский Франциск посещал Венгрию с пастырским визитом. Вчера, 29 апреля, состоялась моя встреча с ним. Она происходила в апостольской нонциатуре и длилась около 20 минут. Многие задают вопрос, почему Папа встретился со мной, тогда как не было отдельных встреч ни с представителем Константинополя, ни с другими православными иерархами. Это связано прежде всего с нашим личным знакомством на протяжении вот уже более десяти лет. Когда он был избран на Папский престол в марте 2013 года, я был направлен в качестве представителя Русской Церкви на его интронизацию. На следующий день состоялась моя встреча с ним, длившаяся около часа. Честно говоря, я думал, что может знать о Русской Церкви человек, который всю жизнь провел в Аргентине и никогда не участвовал в православно-католическом диалоге. Это был уже третий Папа на моем веку. До того я встречался один раз с Иоанном Павлом II, четыре раза с Бенедиктом XVI. Есть какие-то вопросы двусторонних отношений, которые переходят от одного Папы к другому, и я думал, что мне придется их подробно излагать человеку, который о них не знает. Однако оказалось, что Папа Франциск был прекрасно подготовлен к своей роли и сам перечислил все вопросы, стоявшие на повестке двусторонних отношений. В последующие годы я встречался с ним много раз, вчерашняя встреча была двенадцатой по счету. Особенно интенсивным было наше общение с ним и его ближайшим окружением, в то время, когда мне было поручено подготовить его встречу со святейшим патриархом Кириллом в Гаване. Затем было грандиозное событие, готовить которое тоже выпала честь мне – принесение мощей святителя Николая в Россию. Сначала я попросил, чтобы в Россию была привезена честная глава святителя. Папа ответил, если я хотя бы заикнусь об этом, жители Бари мне самому отсекут голову. Потом уже архиепископ Бари мне объяснил, что мощи фактически замурованы под мраморными и бетонными плитами, и вытащить из-под спуда можно только такую часть, которая пройдет через узкое отверстие для собирания мира, истекающего из мощей. Была проведена целая спецоперация по извлечению косточки длиной около десяти сантиметров. Ее-то мы и привезли в Россию, где ей поклонилось более двух миллионов человек. Много чудес произошло тогда у мощей святителя, и я сам был свидетелем некоторых из них. Возвращаюсь к вчерашнему дню. Когда мы встретились, папа сердечно меня поприветствовал и поцеловал мою панагию. Так он обычно делает при встречах с православными иерархами. Потом мы сели в высокие кресла. Я говорил на английском языке, он на итальянском. Переводить любезно согласился апостольский нунций архиепископ Майкл Банах. Это была моя первая встреча с папой после отставки с поста председателя ОВЦС. Папа не стал спрашивать о причинах отставки, он лишь поблагодарил меня за миротворческую позицию и пожелал мне благополучного служения на венгерской земле. Отвечая на его вопросы, я рассказал о жизни венгерской епархии, о том, что у нас одиннадцать приходов и что наше паство многонационально. У нас есть и венгры, и русские, и украинцы, и представители других народов. Папа спросил, как они уживаются. Я ответил, что уживаются хорошо, никаких межнациональных конфликтов у нас нет. Папа поинтересовался моими научными трудами и музыкальным творчеством. Я подарил ему четыре тома своей шеститомной книги «Иисус Христос. Жизнь и учение», переведенные на итальянский язык. Упомянул о том, что с первыми томами этой книги, правда, в английском переводе, успел познакомиться его предшественник, папа Бенедикт XVI. В прессе озвучивались предположения, что я встречался с папой Франциском для передачи ему какой-то информации, или для достижения неких тайных договоренностей, или для каких-то иных политических целей. Отвечаю всем, кого это интересует. Никакие вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Римско-католической Церковью и Русской Православной Церковью, не обсуждались. Никакие политические вопросы не обсуждались. Встреча носила характер личного общения между двумя старыми знакомыми. Когда встреча закончилась, папа встал с кресла и проводил меня до выхода на улицу. Так он делал и в прошлые разы. А сегодня утром я присутствовал на мессе, которую он совершил на площади перед парламентом. Венгрия – страна с преимущественно католическим населением, и папу тепло приветствовали десятки тысяч людей. Венгрия – единственная в Европейском Союзе страна, которая открыто, вопреки давлению из Вашингтона и Брюсселя, защищает христианские ценности, и последовательно противостоит пропаганде либерализма, нравственной вседозволенности, разврата. Конституция Венгрии начинается словами «Боже, благослови венгров». Это цитата из венгерского гимна, который представляет собой ничто иное, как молитву. В Конституции говорится, мы гордимся тем, что наш король Святой Стефан тысячи лет назад сделал нашу страну частью христианской Европы. Христианские ценности защищаются и в других положениях Конституции. О том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, о том, что каждый человек имеет право на жизнь и человеческое достоинство, а жизнь плода имеет право на защиту с момента зачатия. Венгерское государство защищает свободу слова и свободу вероисповедания. Когда Евросоюз вознамерился ввести санкции против московского патриарха, Венгрия пообещала наложить вето на это решение. В результате решение не было принято. Венгерское государство поддерживает местные христианские конфессии, в том числе и нашу Церковь. На средства, выделенные государством, произведена полная реставрация Успенского кафедрального собора. Восстановлена одна из двух башен, утраченная в конце Второй мировой войны. На государственные субсидии построен новый храм в Хевезе. Реставрируются храмы в Такае и Мишкальце. Об этой поддержке со стороны венгерского государства я успел рассказать папе Франциску во время нашей встречи. А также о добрых взаимоотношениях, сложившихся у меня с главой Будапештской епархии католической церкви, кардиналом Эрдо. С ним я знаком более 20 лет, с того момента, когда был назначен временно управляющим венгерской епархией. Тогда он был одним из самых молодых кардиналов, а сегодня один из наиболее заслуженных и уважаемых иерархов католической церкви. Вот мой краткий отчет о состоявшейся встрече. Да хранит вас всех Господь!